Светлое будущее улицы Усманова. На обновленной улице Шамиля Усманова началась установка объектов уличного освещения. Спустя две недели после завершения дорожных работ перед челненцами предстали во всей красе кабели от будущих фонарей. На каком этапе сейчас процесс подготовки улицы к светлой жизни узнавала Любовь Захарова. Практически пять с половиной километров монтажных сетей соберет улица Шамиля Усманова после ремонта. В рамках него не просто обновится оборудование, которое было ранее, но и появится новое совершенно на новых участках. Рабочие горш света появились на улице Шамиля Усманова около месяца назад. Тянуть кабели и устанавливать основания под фонарные опоры, причем в некоторых местах впервые. Такая задача стояла у специалистов на первом этапе, чтобы охватить работами около двух километров улицы в короткий срок. Помехами стали дожди и некоторые особенности участка. Ну, вторая трудность уже парковки, вот эти все забитые машины, мы подъехать не можем, мы их пропускаем, едем дальше. И вот с обеда, может, поедем, опять будем смотреть, где место освободилось, там и будем устанавливать. Устанавливать опоры освещения по обеим сторонам улицы специалисты начали буквально накануне. 27 и 115 сегодня уже стоят на своем месте. Всего на участке от пересечения Усманова с проспектом Хасана Туфана и Довахитова появится 227 новых светильников. Без света здесь совсем туго, говорят местные жители. Здесь две-три школы подряд, да, стоят в 44-м комплексе, ну, короче говоря, ниже этого Шамиля Усманова. Вот, детишки ходят, очень опасно ходить было, а сейчас, конечно, будет намного лучше. Не только в лесу ходят, а и здесь же тоже ходят, потому что, ну, я сейчас немножко после болезни, мне надо ходить много, так я боюсь ночью ходить. Я вот хожу в дочери, там у меня 44-19, с фонариком хожу, потому что не видно ничего. Ходить с фонариком челнинцам придется уже недолго. Все работы сотрудники Горсвета обещают завершить в ноябре. Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.